Тим Байко это один из разработчиков эфириума, который написал у себя в твиттере следующее, 28 мая 2021 года. Мы начинаем активно работать над проблемой грядущего обновления эфириума, который вчера обнаружил один из наших разработчиков. Эта проблема касается неограниченных размеров транзакции, что означает, что злоумышленник может создавать произвольные огромные транзакции в сети эфира, тем самым нагружая ее до предела. От себя добавлю, это привело бы к увеличению комиссионных в эфириуме и к замедлению скорости транзакций, что конечно же для эфира и его пользователей не было бы чем-то хорошим, а доверие к проекту могло бы быть подорванным. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Эфириум будет самоуничтожаться уже через 40-50 дней. Иными словами, грядет обновление EIP-1559, о котором мы уже несколько раз говорили. Однако сегодня я хочу показать несколько новостей, которые повлияют на тебя как на холдера эфириума. Разработчики эфириума закрыли лазейку VIP-1559, которая могла бы привести к перегрузке блокчейна эфира. Давай для начала разберемся, что же такое IP-1559 конкретным и понятным языком. И IP-1559 это обновление для эфириума, которое сделает его самоуничтожающимся. То есть это обновление будет сжигать монеты эфира при любой транзакции. Например, ты хочешь переслать стейблкоин в сети эфириума. Это приведет к тому, что ты сожжешь некоторую часть монет эфириума. То же самое будет, если ты будешь покупать DeFi или разрабатывать какие-то приложения для DeFi на базе эфириума. Также, если ты пользуешься Uniswap, твои действия тоже будут сжигать монеты эфириума. И если ты будешь создавать, покупать или продавать NFT, эти транзакции также приведут к уменьшению предложения эфириума. Ты будешь уменьшать количество доступных эфиров навсегда. Ты будешь уничтожать монеты эфира, тем самым делая его дефляционным. Очевидно, это может привести к шоку предложения эфиров. Обновление для эфириума, известное как EIP-1559 и являющееся шагом на пути к переходу к эфириум 2.0, приведет к капитальному ремонту существующей в сети системы комиссий за транзакции. При этом пользователи будут отправлять комиссию самой сети, а не майнерам, как сейчас. Затем эти сетевые комиссионные будут самоуничтожаться, что приведет к сокращению предложения эфира. Это обновление до сих пор является спорной темой в сообществе майнеров эфириума, которых фактически принуждают переходить на стекинг эфира вместо его майнинга. Такой вот насильственный переход с Proof of Work на Proof of Stake. Так почему же вообще всю эту возню затеяли? Ради того, чтобы поднять цену за монету эфира? В этом тоже есть какая-то логика. Посмотри на эту диаграмму. Она объясняется нам визуально действие закона спроса и предложения. Просто представь себе ситуацию, спрос остается таким же, но предложение начинает самоуничтожаться. Что будет с ценой? Понятное дело, она будет расти. Такой вот побочный эффект. Соучредитель эфириума Виталик Бутерин даже написал целую статью, в которой рассказал, что благодаря этому обновлению эфир станет надежнее биткоина. А в недавнем подкасте шоу Тима Ферриса Виталик даже заявил, что эфириум с этим обновлением сможет потягаться с биткоином за право быть на первом месте среди всех криптовалют. Кстати, то, что Виталик Бутерин рассказывал про эфириум в этом шоу уже большое событие на самом деле. Ведь шоу Тима Ферриса одно из самых популярных в мире. Его подкасты скачали более 600 миллионов раз и он трижды был выбран в категории лучшие подкасты Apple. Он также занимал первое место среди более чем 400 тысяч подкастов. Так что это очень большое событие для эфириума, то, что его обсуждают на такую большую аудиторию. Но вернемся к вопросу, зачем вообще затеяли эту возню с IP1559? Дело в том, что сейчас система, по которой работает эфир, не совсем справедлива. Ты можешь заплатить майнерам комиссию побольше, чтобы именно твою транзакцию обработали в первую очередь. Это приводит к тому, что эфир вообще не для всех, как его позиционируют. Наоборот, богатенькие киты получают большое преимущество. Обновление и IP1559 призвано решить эту проблему. И вместо того, чтобы отдавать майнерам комиссионные, они будут самоуничтожаться в сети эфириума. Обновление обещает быть уже на протяжении следующих 40 дней, но на самом деле все не так гладко и в процессе выплывают очень неприятные лазейки в этом обновлении, которые могли бы позволить злоумышленникам положить всю сеть эфира, что, понятное дело, вылилось бы в падение его цены. Как минимум на краткосрочной перспективе после этого события. Так что же это за дыра в безопасности эфира? Согласно обновлению и IP1559, пользователи могут давать чаевые сети эфира для ускорения своих транзакций. Для этого они указывают максимальную сумму, которую готовы заплатить. Во-первых, почему-то в этом обновлении, которое призвано убрать иерархию богатых и бедных, все равно она присутствует, хотя и немного в другом виде. Во-вторых, обнаружилась большая проблема. Мартин Холст Свенде, разработчик эфира из Швеции, выяснил, что это обновление не устанавливает ограничений на максимальную сумму, которую пользователь готов заплатить в качестве комиссии в сети. Таким образом, злоумышленник может ввести абсурдно большое число, чтобы перегрузить сеть, даже если у него не будет средств для оплаты этих комиссионных. Короче говоря, можно ввести что угодно, хоть 100 миллионов эфиров. И таким образом положить сеть эфириума на лопатки. Представляешь себе такое обновление, которое убивает эфир? Дыра безопасности в грядущем обновлении будет закрыта с помощью решения Свенде, которое ограничит транзакции до 2 в степени 256. Это они слезали у биткоина, кстати говоря. Что же это значит? А то, что на протяжении следующих 40-50 дней обновление EAP 1559 все же будет запущено. Очень хорошо, что не обнаружили эту лазейку сейчас, а не после запуска этого обновления. Во, весело было бы, все ожидают грядущий памп из-за этого обновления, а получили бы массивный дамп и подорванное доверие пользователей. А доверие вернуть очень-очень тяжело. В любом случае, я вижу в этом обновлении хорошее такое снижение предложения эфириума. Что, понятное дело, согласно закону спроса и предложения, должно поднимать цену эфира. Поэтому я все еще держу его, хотя и продавал в этом году половину своих эфиров, о чем и говорил в недавних видео. А сделал это я для того, чтобы зафиксировать прибыли на растущем эфире, который день за днем бил исторические рекорды. А так как я накапливал эфир вместе с биткоином во время 2018 и 2019 годов, я подумал, что на растущем рынке грех не зафиксировать. Кроме того, половина у меня все равно осталась, а значит я все еще нахожусь в рынке и каждый месяц добавляю свою позицию. Если что, новый рост никак не пропущу. Для меня эта стратегия кажется самой лучшей в плане регулирования своих рисков. Когда ты возвращаешь свои вложения, то ты никогда уже не потеряешь. На этом все, ребята. Буду рад поддержке лайком. Это помогает каналу расти, а мне помогает находить мотивацию создавать новый контент. Также подписывайся на канал, если ты тут впервые. Подписывайся на телеграм, ссылка на него будет в описании под видео. Комментируй, делись роликом с друзьями обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok